Новогодние страсти разгорелись в Спасском районе. Местные власти в качестве главного украшения к празднику установили ёлку с местного кладбища. Вот так вот просто взяли, спилили на погосте и поставили на центральной площади. У многих людей, которых с детских лет учили, что с кладбища брать ничего нельзя, это вызывает противоречивые чувства. У нас кладбище, духами вместе. Нельзя кладбище, ну как здесь ничего. Обычай не позволяет кладбищу что-то выносить и ставить на божьи. Наверное, это всё-таки наши предрассудки, можно так сказать. Современная молодёжь, наверное, к этому относится немножко по-другому. Неопределённое какое-то чувство, но вот такое вот, оно неоднозначное. Мы, например, как в храм ходим, нам это как-то не очень. Хотя, в принципе, батюшка сказал, что это ничего такого нет. То есть у нас всё равно тоже дебат, поэтому вопросы возникали. Свои предки здесь, и всё-таки корни питаются вот этими соками. Никак не воспринимаю, я воспринимаю Новый год с хорошим настроением. А ёлка хорошая, ёлка красивая. Чего ещё надо? Просто говорят, ой, ёлка-то с кладбищей. У меня вообще предрассудков нет. Да ничего такого нет, ну просто это же кладбище. Конечно, это страшновато. Зачем такое кощунство? Сейчас везде про это говорят, а это даже ёлка на праздник. Здесь же будут хороводы, пляски. Какой будет это праздник? У нас полспаскова на кладбищах стоит, мне ничего страшного. Чего-то там не богохульство на кладбище-то, а священное кладбище-то. Причём это тут? Это ничего плохого, в этом нету. Мы, во-первых, христиане, правильно? А если можно с такой земли что-то именно пилить, уносить или что-то? И некоторые люди даже говорят, что мы даже не подойдём к этой ёлке. Это должно быть стыдно, это сама глава администрации, кто это распоряжение дал. Ну, в общем, как бы к этой ёлке не относиться, вот хоровод под песенку «В лесу родилась ёлочка» здесь явно будет неуместен. Вместе с главой администрации Спасского района, который и принял это решение, мы отправились на кладбище. Вот на этом месте росла та самая ёлка. Диаметр этой ёлки, вы видите сами, какой внушительный. Но с чего мы её убрали? Просили родственники ближайших здесь могил, что она очень много затеняет и забирает влагу. И люди ещё боялись. Ёлка была очень высокая и боялись, что она может упасть и повредить ближайшие могилки. И посмотрите вот на эту ёлку. Вот если ёлка упадёт, вот в округе сколько град могилы, что от них останется. После будет такая же смс в сети, что в Спасском ЧП ёлку упала на кладбище. И вот из-за этого пришлось нам эту ёлку убрать. Мы хотели её вначале просто-напросто постепенно как-то каким-то образом её спилить, начиная сверху и вниз. А потом пришла идея по поводу установки её на центральную площадь. Ёлка хорошая и спросил администрации, можно её в село поставить. Я сказал, что можно. Проблема у администрации, какие денег нету, решили на этом сэкономить. Взять-то из леса тоже бы могли, но нам бы это вошло в раз в два-в три дороже. Раньше люди хоронили своих близких, драгоценностями каким-то, да? Находились вандалы, которые скрывали гробницы, чтобы обворовать. И люди себя говорят, что это грех, что добрая склада, вообще-то правильно. А дерево, это же дерево всего лишь. Страшно, например, что? Вот клуб стоит у нас на кладбище. И молодёжь танцует, поёт, гуляет на костях. Да это страшно. А ёлка? У тебя такого нет страшного. Всё население Спасского в два часа ночи приходит сюда на площадь. И здесь встречает Новый год под ёлкой. Сегодняшний день мы не могли его украсить, но завтра, послезавтра мы этим делом займёмся. И ёлка будет вся в огнях. Так что я думаю, что для Спасчан она будет просто-напросто украшением нашей площади. Был диалог в интернете. Ребята пишут, что как так, 1 января пойдём вместе с плачущими духами, домой разными призраками. Они нам этого не простят. На что я им просто посоветовал, что если кого-то встретите, отправьте ко мне в храм. Я им всё объясню, всем духам, призракам, где их место. Как сообщил глава района, он действовал исключительно из лучших побуждений. И деньги бюджетные экономил, и кладбище очищал, и ель красивую на главной площади поставил. Но, как бы то ни было, из-за бурных дебатов, которые разгорелись в районе, он больше подобным образом экономить не намерен. И сообщил, что в следующий раз, если в бюджете не будет денег на ёлку, лучше оставить район совсем без новогодней ёлки.